Я не раз бывал в вашем прекрасном институте, и все говорили, что у меня такой замечательный голос. Так вот, я вам демонстрирую, что сегодня я начинаю расчеткать. Совершенно вершин. Брали Бога, извините. Если можно, значит... 15 минут. Я не социолог. Я философ. Но я считаю, что наши с вами профессии, они глубочайшим образом взаимосвязаны, глубочайшим образом взаимозависимы и глубочайшим образом взаимосопрегаемы. Поэтому, когда на днях наш премьер встречался с аспирантами одного из московских вузов, и один из московских вузов, обратился к нему вопросом. А не считается, что кандидатами в экзамен по философии это пережиток. Старик, это кандидатная система, и не пора ли его отменить вообще? Премьер сказал, ну что я, вот здесь министр образования, спросите его. И министр образования сказал, да, я считаю, что давно пора отменить. Может, не так, но смысл был именно такой. Это говорит о том, насколько, так сказать, наши руководящие структуры, определяющие нашим словам будущее, оценивают, в общем, то, что является абсолютно необходимым для нашего жизни. Потому что нам кажется, что вот эти огромные проблемы, о которых мои коллеги здесь говорят, они во многом детерминированы тем, что, по сути дела, выпадают из современного уровня рассмотрения самые смысложизненные проблемы. А именно, я говорю о проблеме социо-природного взаимодействия. Да, ведь мы прекрасно понимаем, что экологическая безопасность – это, в общем-то, один из важнейших составных моментов безопасности государства, наряду со всеми остальными формами безопасности. Безопасность социальной, военной, родовольственной, энергетической, геополитической и так далее, и так далее. Но когда вот об этом об этом говорится, как правило, вот эта самая экологическая безопасность, учет того, как какие опасности возникают в процессе взаимодействия индустриально развивающихся в обществе, не изменяя в будущем природе, они попадают. И когда мы смотрим, мы вот на институте философии непосредственно изучали всех прогнозистов, не только наших, но и прогнозистов мира, которые, в общем-то, рассматривались, тоже говорят о всем, о социальной, политической, культурной, прочих вещах. И только некоторые единицы, может быть, Топфлер говорил, что кризис современной цивилизации, крах вот этой самой второй волны цивилизационной, во многом обусловлен тем, что произошло изменение принципиально-философских установок, потому что в ходе стремительной глобализации мира в нашей жизни, и разовые раскаты экологического кризиса не затихают, а напротив звучат все более явственные движения, отражаясь в многообразных экономических, политических, социальных, культурных кризисах в нашей мире, ставящих под угрозу церковь безопасность страны. И в этой ситуации кардинальное пересмотрение и познавательства, и ценности, и деятельности у сторонных понимания развития современного общества, его взаимодействия с природой должно быть отражено и развитием в новое, принципиально-новые концепции социальной безопасности существования, потому что существующая ныне концепция социальной безопасности, она, по сути дела, основана на архитектах социального развития и полки индустриализации, согласитесь. Все основные параметры, построенные, исходя из-за амитеки с нами, переходим сейчас все-таки в другую цивилизационную модель. Мы переходим в цивилизационную модель, апостол и индустриализм. Анализ этого практически только только начинается. Здесь огромная боль для исследований, для совместной работы философов и социологов, историков и экономистов. Ныне, как нам представляется, жизненно в каком-то коренном изменении философии закладывая в основании современной концепции социальной безопасности страны. И эти новые философские принципы должны формировать принципиально новое, глобальное, целостное, синтетическое представление о ливии вместе с ним человеком. Это способствует формированию ясного, компетентного разнания об основных принципах и закономерности взаимодействия людей, общества и природы на современном этапе. И именно это даст возможность осознать и артикулировать законы совместимости развития общества и природы, уверить возможность ограниченности современного этапа развития для формирования вот этой новой концепции социальной безопасности страны. А что сейчас мы имеем? Сейчас мы имеем, как я сказал, основных академических геологических безопасностей, мы имеем все-таки подходы, основанные на индустриальном анализе, анализе вот этого самого, если готов, опять же говорить, второго этапа развития наших обществ. В частности, Конституция Российской Федерации, действующая сейчас Конституция, основной наш нормативный документ, который определяет жизнь страны. Стадия 42-я, декларирование. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о его состоянии и на размещение ущербов, причиненного его здоровью или имуществу к экологическим правонарушениям. Глава Казахстана. И реальность. По официальным, я хочу сказать, по официальным данным, 15% территории страны находится в абсолютно неблагополучном экологическом состоянии. По официальным данным, опять же, только за прошлое лето выгорело в нашей стране 11 миллионов лесных угодий. Поскольку лесные угодий срублено для вывоза за рубеж в Китай и в другие страны, это ли не является кричащим вопросом о том, что формирование современной концепции экологической безопасности должно отвечать реальным ситуациям в наше время, реальным, так сказать, процессам, которые идут. А для того, чтобы это происходило, необходимо обратиться к фундаментальным основаниям новой вот этой самой философии осмысления этих проблем, эффективного взгляда на эти проблемы, которые мы называем экофилософией. И вот мы, как у нас, в секторе, в институте, как раз и разрабатываем это направление и приглашаем вас активно участвовать в разработке важнейшего направления нашего мира, а именно осмысление экофилософии, как вызову рекуридиву технологии цивилизации. Ибо экофилософия, развивающаяся наше время, бросает призов многим традиционным представлениям обыдейного человека, глубоко упередённым по современному. В лоне ее исследований показывают, что человеческая цивилизация находится как бы на распуте. Традиционно сложившаяся в культуре нормы установки, исследовательские программы, узнавательные модели, ценностные ориендации деятельности и мультивы по выбору из них, ибо плохо отмечают новые реалии нашего времени. Мы живём в ситуации глубинного кризиса культуры, кокостатического состояния отношений природы и общества. И вот, уважаемые коллеги, сложившееся положение с нашей точки зрения не является результатом потока ошибки или неправильно выбранной стратегии экономического, политического, социального развития. Когда мы говорим с нашими руководящими деятелями, кокологами, и говорим о том, в этом самом моменте, что это не просто ошибка. Они говорят, да, это не ошибка, просто нет денег. Дайте нам денег, и мы все эти проблемы решим. И Виктор Иванович, когда был министр опыта природы, говорил, а вы, пилософы, что такое вот частое вести сенсорные, и наводите тень к плетей, говорить о каких-то цивилизационных проблемах. Это не понимается людьми, принимающими учреждения. Безусловным фактом является, что вот это самое положение представляет собой отражение глубинного кризиса циклопедной цивилизации, с ее нормой установки. И охватывает эта ситуация весь конкурс, в своем действии людей с другом, с обществом и природой. Поэтому перед экофилософией стоит ныне задача внесения вклада в формирование вот этой новой цивилизационной проблематике культуры, осознание новых ценностных нормативных отношений, которые будут способствовать в норме экологического гневомозрения, формировки экологического гнева, взаимодействия общества и природного. И нам представляется, что именно в этом ключе новые складывающие ныне постепенно, вообще в другом норме, идеально, переупредительные деятельности нуждаются в своем закреплении нормативно-правовым, каковым может стать новая концепция экологической безопасности страны. Для этого стрелять создание взаимосогласованных метических, правовых, экономических рекомендаций, отражающих закономерности вот этого собреженного развития систем, человек, общества, природы. Необходимо подготовку и издание различных человек охраны, природных, природных экспонсионных и прочих, сводных, праведных, кодексов, кадровских, регламентарских, создаваемых с учетом экологических императивных культур. То есть сама концепция социальной безопасности, экологической безопасности страны может привести к оживлению всей этой работы, которая сейчас практически в том числе и в том числе. из неких важнейших интенсий и тентенций, зрение реального нашего времени, юридически закрепленные, новые концепции и социальной безопасности страны. Вот такова наша установка. Мы считаем, что наряду, конечно, с реальным анализом материала, мы не сможем продвигаться дальше, если мы предположим, переволосовывая, переволосовывая, взаимодействие, общей жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ